Добрый день, меня зовут Вильям Флэзери, я работаю в Фиат Группе. Несколько минут сегодня хотел бы поговорить с вами о визах не эмигрантской, о сусти и эмигрантских визах. Собственно, мы говорим о визах, которые базируются на ведении бизнеса, разница между не эмигрантскими и эмигрантскими визами, не эмигрантскими, это временные визы, они могут выдаваться на много лет, но дело в том, что все равно их придется продлевать, в то время как эмигрантские визы, это визы, которые после них следует как бы выдача зеленой карты. Не эмигрантские визы мы будем потом о них говорить, это визы типа EB2, EB3 и EB5. Не эмигрантские визы распределяются на два класса, L и E. Мы начнем с виз типа L, которые являются не эмигрантскими. И разница между A и B, A это для тех сотрудников компаний, которые являются менеджерами или исполнительными директорами той компании, у которой есть офис в Штатах. Компания может послать сотрудника с визой L1A в новый или существующий офис на территории Штата. L1B, в чем разница, сотрудник не является менеджером или исполнительным директором, но у него есть определенные знания, специальные знания. Работодатель может послать кого-нибудь в компанию, которая является дочерней или в головную компанию. Критериями являются то, что сотрудник должен на этот момент проработать в организации за рубежом, ну то есть в этой компании, как минимум один год и три года общий стаж, прежде чем подавать запрос на такую визу. То есть он должен в течение трех лет как бы успеть подать эту визу. Если же мы говорим о человеке, который будет работать в качестве менеджера высшего звена или исполнительного директора, особенно исполнительный директор, это определяется как способность принимать решения широкого спектра и не очень плотно управлять, собственно, сотрудниками, а вот менеджерские способности это то, когда человек управляет персоналом, которые должны работать в качестве профессионалов и, естественно, осуществлять надзор за их деятельностью. То, что касается начального периода пребывания, если кто-то пребывает для открытия нового офиса в Штаты, то вот это первоначальное разрешение для него длится один год. Если есть кто-то, кто знает, обладает специальными знаниями, и он должен открыть там офис, то это три года начальный период пребывания. Внутри, когда истекает этот первоначальный период пребывания, и L1A, и L1B могут на два года запрашивать разрешение на продление. Максимальный предел для L1A – это 7 лет пребывания, L1B – 5 лет. Сейчас мы перейдем к E2. И я вам хочу объяснить, каким образом L1 и E2 могут быть переходными этапами для получения мигрантских виз. E2 – это не мигрантская виза, для которой нужны следующие квалификации. Если у страны есть соглашение со США, и страны вот этого региона, который вы видите слева на слайде, у которых имеется такое соглашение – это Украина, Болгария, Чешская республика, Грузия, Молдова, Польша и так далее. Е2 – это, собственно, то шаг, который предпринимает лицо, а не компания, если он хочет инвестировать в новое или существующее предприятие в Соединенных Штатах. Такое лицо, которое хочет сделать эту инвестицию, должен осуществлять контроль за деятельностью предприятия, иметь как минимум половину акций и быть директором или управлять работой этого предприятия. Инвестиции для новых бизнес-предприятий или покупка существующих бизнесов осуществлятся за счет серьезных вложений. Что значит серьезное вложение? Собственно, зависит от географии Соединенных Штатов. То есть есть места, где более дорога жизнь. Это Нью-Йорк, допустим, там 100 тысяч долларов как минимум надо вложить. Тогда как, если вы в сельскую местность перемещаетесь, то это где-то 70 тысяч долларов. Одна из самых больших трудностей, это когда кто-то высылает запрос на такую визу, он должен подтвердить, каким образом он эти деньги заработал. Это должна быть прозрачная процедура. И если есть в банке деньги, то им необходимо показать, как он их в этот банк положил, откуда он их взял. То есть это должен быть легальный источник средств. Средства должны быть вложены безоговорочно и безотзывно. Компания должна быть реальной, существующей, нормально работающей. Что такое бонофиды? Компания или реальная компания – это активно работающая коммерческая или предпринимательская компания, которая предоставляет услуги или товары и получает прибыль. Маленькие компании, которые не могут принести прибыли достаточной для того, чтобы обеспечить соответствующий уровень жизни своим сотрудникам, они не, скажем, принимаются во внимание. Первый период предварительного разрешения – это два года, после чего можно с инкрементом в два года продлевать это. И, собственно, пределов нет. Можно оставаться... Вернее, мы говорили о том, что L1B – это 7 лет, A1 – это 5 лет, но для данного типа визы нет ограничений. Эта виза касается тех работников, которые не собираются эмигрировать. И принципы, которые касаются L1A, L1B и E2, это то, что можно супруга-супругу с собой брать, можно детей брать, и им предоставляется тот же самый статус. Супруги могут ходить в школу, а дети могут работать, а дети могут ходить в школу при этом. Много из лиц, которые хотят эмигрировать в США на долговременный период, так даже получают зеленую карту. Приезжают в США изначально по одной из этих бизнес-виз. Это дает им возможность зарабатывать проживание, зарабатывать деньги и учредиться в США, установиться в США, в принципе. Затем бизнес, на котором они работают, или это L1, L2 или E2, имеет право также подать ходатайство о том, чтобы как иностранные рабочие из США. Потом они создают путь получения зеленой карты, и фактически гражданство дает для основного лица и для его семьи. Две рабочие вози, EB2 и EB3. Различие между ними в том, что EB2 – это для профессионалов, которые у них есть высшая степень и какие-то исключительные мастерства. Это лица, которые работают в такой отрасли, которые требуют высокую степень знаний, скажем, психологи, например. Опять-таки, EB3 – это для полицированных рабочих, профессионалов и не полицированных рабочих. Тут не надо уже других требований. Нет полицированных рабочих. Тут не требуется степени. Надо иметь возможность что-то делать, способность, навыки, которых нет в США. Например, если приезжаете в США по EB2 и используете свои 100 тысяч долларов, уже открытие украинским рестораном. В конце концов, ресторан, который вы получали EB3, вы можете выступать как украинский повар, если нет украинских поваров или рабочих, которые могут делать работу. И можно также просить свою супругу, чтобы они... и также получить возможность, что и супруга получит зеленую карту. Это EB2 создает как бы средство, краткосрочный план для долгосрочных целей, чтобы получить зеленую карту, если то, что вы хотите получить. Я уже указывал на это, потому что в моей практике большинство людей заинтересованы в долгосрочном пребывании, а не в кратком пребывании в США и не спрашивают, как они могут достигнуть, если у них нет семейных отношений в США с кем-то. Процесс получить разрешение на проживание, опираясь на работу, это многоэтапный процесс, который увлекает многие разных ведомств США. Самое первое ведомство – это Министерство труда США. Здесь бизнес охотательствует перед Министерством труда. Они говорят, я рекламирую на 10 рабочих дней, я ждал 30 дней, никто не отреагировал на мою рекламу о помощи. Единственные люди, которые отреагировали, они были не квалифицированы работниками. Поэтому я прошу, чтобы вы засвидетели, что нет никого на рынке, чтобы выполнить такую работу из американских рабочих. И я хотел бы тогда подать, когда-то, что об найме иностранных рабочих, когда Министерство труда делает это, для них надо 10 месяцев, чтобы провести решение. Но вопрос тут, если такой человек находится в США, следующий этап – зарегистрироваться в миграционной службе, которая, то, что компания, она подтверждает, что она не мает таких работников. На это идет где-то 6 месяцев. А после этого вы можете получить зеленую карту в США уже. Или же, если вы хотите, вы можете, вновь же таки, работать с консульством за границей. Но вы же в том, что они находятся в США, и они держат такие контакты с ними. В отношении высшей степени и исключительного мастерства, навыков, знаний, для того, чтобы подтвердить, что у вас есть такие способности, ставить официальные академические записи, подтверждение, по крайней мере, 10 лет полноштатной работы, лицензии заниматься такой работой, такой профессией, и свидетельство зарплаты, что продемонстрировало вашу исключительную способность членства профессиональных ассоциаций или признание достижений вашими коллегами в вашей отрасли. То есть это основные пути, как доказать, что у вас высшая степень владения такими навыками или знаниями. Квалифицированные рабочие ЕБ-3 требуют, по крайней мере, 2 года работы, опыта работы или подготовки. Поэтому примеры, которые я раньше приводил, как украинский повар, вы должны показать, что вы 2 года работали как украинский повар, украинская кухня. Тут вы приезжаете по Е-2, и у вас есть неграниченный период пребывания в США, у вас достаточно времени по своему компании, чтобы наработать такой опыт в США по этому, чтобы затем заняться процессом и получить здесь уже зеленую карту. Это краткий срочный план превращается в долгосрочный план получения этих документов. Чтобы быть квалифицированным профессионалом, надо иметь степень бакалавра. Опять-таки, чтобы вас квалифицировали на должности, где подвести, что нет таких рабочих с такой специальности в США. Неквалифицированные рабочие должны иметь постоянную работу, несезонные заработки. И последняя категория, о которой я хотел бы поговорить, это Е-5 категория. Это категория для предпринимателей, инвесторов. Если есть дополнительные 500 тысяч долларов или дополнительный миллион долларов, а с лишним, вы можете инвестировать в компанию, в фирму США, в бизнес. И по мере того, как вы найдете 10 рабочих, без себя, или супругу, или других родственников, ваша семья может получить зеленые карты. Тогда инвестиция должна оставаться 5 лет фактически. После 5 лет вы можете забрать свои деньги из этой компании или предприятия. Инвестиции может быть коммерческое предприятие, новая созданная компания, или реструктуризированная, или существующая компания какая-то. Когда вы реструктурируете существующую компанию, вы должны увеличить рабочих сил на 50%, или увеличить количество работников на 40%, и в бизнесе вам надо заниматься руководящими решениями, должности быть, чтобы принимать политик, и этот бизнес должен давать выгоду для экономики США. Опять-таки, основные критерии, вы должны показать, что 500 тысяч долларов или 1 миллион откуда они появились. Деньги можно не сразу платить, но надо иметь бизнес-план, показать, как вы будете вводить деньги в этой сумме в 5-3 года. Если вы это сделаете, вы получаете опять-таки условную разрешение на проживание, а после двух лет вы получаете уже включать это временность, получаете постоянную зеленую карту. Итак, мы занимались такой работой на бизнес-рынке с 92-го года. Я занимаюсь вопросами визовой поддержки в США. Есть другие визы, я буду говорить, но это визы связаны с бизнесом. И поскольку мне информировали что основном был направлен на бизнес-группу, которая посещает эту конференцию, я сузил свои выступления только на бизнес-визы. У меня сейчас мало времени осталось. Я могу ответить на некоторые вопросы. Если вы хотели бы, чтобы я что-то еще рассказал или что-то еще не помянул, или по ЛА1, ЛА2, 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 ЛА2 или ЕБ5. Можете, есть вопросы у вас какие-то? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!